пока снимаю вам диайвай алиска мне морально помогает вон она там лежит видите вот этот вот хвост торчит и лапа и вот она выглядывает сливается с полом я знаю вот а я тут вам снимаю диайвай с новогодними шариками вот часть уже сохнет уже блестки наклеила часть сейчас еще буду наклеивать так что вот так вот лилии отцвели три штуки еще пять ну две я вам говорила что у них отмерли цветочки еще три они неизвестно будут ли цвести там даже бутонов нету вот так что говорю тихо потому что у нас уже можно сказать все спать отошли алиска тоже спать легла только хвост один виден и 1 лапа сидит вместе со мной творчеством занимается вот друзья закончила диайвай снимать из расходов все блестки к рукам все прилипло шарики сохнут пока завтра финальный кадр и и кому вы кого мы видим мы видим алиску алиска мне помогает алиска мне помогает алиса греется сидит вот сейчас пойду пить чай а завтра новый день увидимся завтра так друзья сегодня у нас уже понедельник тут висят у меня видите шарики снимала вам вчера диайвай он уже на канале так что смотрите вот висят сохнут еще надо ну то что надо не надо это как бы не принципиально можно в принципе сверху попрыскать лаком для волос чтобы блестки держались лучше ну вот кому было интересно я использовала вот такой вот смесь ли социального золота она в принципе уже работает как фиксатор поэтому в принципе не обязательно лаком но можно на всякий случай попрыскать вот и сейчас иду на улицу привет я уже собралась сейчас иду забирать свою книжную посылку я наверно в тени мне плохо видно это забирать к большую книжную посылку из лабиринта вот у нас пункт выдачи рядом с домом и я буквально на днях узнала что в лабиринте открылась такая функция как буккроссинг то есть можно принести любую свою книгу неважно там новая она у тебя или уже 50 лет стоит на полке главное чтобы она была в хорошем состоянии не потрепанная не грязная никакая вот и принести если она тебе не нравится ее поменять там на какую-то другую вот и у меня есть вот такая вот книжка если помните у меня был обзор на нее я ее принципе не покупала я ее получила в подарок за большой заказ у меня был какой-то гигантский заказ книжный в лабиринте и вот там есть такая фишка что чем больше заказ ну во-первых надо определенную сумму набрать да там по моему от полутора тысяч и чем выше у тебя заказ тем больше ты можешь выбрать в подарок себе книжек вот но из того что там предлагалось я выбрала вот эту книгу и я делала на нее обзор она скажем так не самая лучшая вообще ни о чем книга можно сказать что она в жизни ничем не не пригодился не помогла вот я думаю пойти ее поменять посмотреть вообще что у них там есть в наличии на что можно собственно поменять вот и если удастся соответственно потом покажу вам так что пошла я так друзья я уже пришла у нас темень в квартире можно сказать ушла было более-менее светло пришла уже темно сейчас покажу вам забрала моя сумка да нет вот забрала там 4 книги и было закрыт пункты выдачи поэтому у нас там все на одном этаже я зашла в фикс купила там книжку еще за 100 рублей и кое-что по мелочи сейчас покажу поближе так в общих чертах ну вот у меня так содержимое сумки фикс прайсе взяла вот эти вот мишуру на проволоке зеленая у нас обычно серебряная золотая и синяя сейчас появилась зеленая появилась еще бирюзовая вот еще фикс прайсе взяла вот эту вот книжечку с наведения почитала вроде интересно но я вообще стараюсь экспрессе всегда брать какие-то если есть детективы но это вот четыре книжки еще это из лабиринта и появились у нас фикс прайсе вот такие вот перчатки я увидела на сайте у них взяла для ухода за ручками вот так что очень удобно естественно я отдельно обзор сниму на на книжке вот мой рабочий стол светится еще у меня стоит огромная посылка с текстилем никак не могу снять вон алиска лазит алиса привет вот сейчас буду разбирать снимать обзор наверное буду завтра уже у нас темно при таком освещении снимать невозможно вот и сегодня еще надо будет докупить куда ушел свет надо будет докупить этот самый выключатель и буду делать мастер-класс по лайтбоксу потому что снимать вообще невозможно почему-то все красное стало как кошмар чечес с освещением свет меняется в комнате вообще сам по себе хотя я ничего не делаю ладно пошла дальше дела делать вот друзья сейчас хочу запечь ножки я их надрезаю так чтобы они побыстрее пропеклись с двух сторон быстренько обжариваю с двух сторон на сковородке вот и сейчас так вот уложу еще мне здесь 5 штучек не хватает чуть-чуть добавлю мазика просто смажу их как такой волочкой и добавлю вот такую соль мне очень нравится из фикса чесноком чеснок вообще с курицы хорошо идет и в духовку поставлю может быть еще перед подачей чуть-чуть сыром посыплю мелко натертым если найду в холодильнике вот покажу что получится так а вот и я народ по мою голову кто спрашивал в прошлый раз вода все-таки пошла чистая но где-то часа через два и и чуть теплая вот казалось бы москва столица нашей родины какие какой какая безалаберность вообще в государстве управлять ну сейчас эти самые дома обслуживают управляющей компании раньше все едино было вот этот дес или как там это называлось рэу а сейчас управляющей компании и каждая кто во что гораст короче платим за горячую воду а вода чуть тепло идет сейчас опять мылу голову и вода какая-то такая легкий и легкий ржавый оттенок по поводу прошлого раза я таки позвонила управляющей компанией сказала что за дела вообще в каком состоянии находится вода горячая и вот уже сколько наверное полторы недели прошло и мне так никто не перезвонил и не объяснил в чем вообще причиной почему она сейчас ржавая вот 8 курица уже в духовке потом покажу вам чего получилось вот сейчас надо позаниматься физической нагрузкой я тут записалась участвую в как-то называется ночью такая я думаю что многие слышали группа есть воркаут вот и у них есть свой канал на ю тубе вот в общем я записалась в программу для начинающего и мне дали список упражнений на неделю вот каждый день надо заниматься ну они такие не сложные то есть это для начинающего вот у меня что порадовало я когда написала организат я даже не писала организатором я короче просто стал участвовать они меня нашли через соцсеть там регистрация через соцсеть вот и одна из девушек которая как бы организатор или она этим всем делом там заведует общем она мне написала в контакте вот вы записались нашу программу все ли у вас в порядке все ли получается все ли нравится и я сказал что если там вот упражнение планка у меня вызвало затруднение потому что меня очень сильно спина болит и мне понравилось что человек как бы отзывчиво отнесся то есть она сказала что попробуйте другие упражнения там и через неделю напишите если у вас будут какие-то проблемы с какими-то упражнениями то мы вам персонально подберем другие упражнения это вообще она меня в глаза не видела знать не знает правду я говорю может я выдумываю то есть человек отнесся реально с понимаем с пониманием это прям круто вот в общем сейчас не знаю что буду делать надо еще залезть это сама посмотреть хотела купить угай уголки в читай городе но в магазине они стоят 220 рублей такие один называются там школьные уголки я хочу у меня просто много распечаток каких-то и они у меня просто лежат на полке я хочу типа уголка такого вот вообще они очень дорогие эти уголки и думаю может быть вам сейчас следующий мастер-класс снять по елочкам не знаю короче сейчас будет вообще настроение желание просто свет света тоже нету а хочется это все в хорошем освещении снимать вот в общем не знаю надо еще по лайтбоксу мастер-класс снять потому что тоже народ просит вот и чего хотела сказать сейчас уже темно хотела показать вам у нас снег пошел воскресенье весь день лил дождь а сейчас сегодня прям подморозило сегодня понедельник у нас прям чувствовалось такой морозец на улице но при голом асфальте это вообще и сейчас хотя бы пошел снег но такой сухой то есть скорее это мелкий град чем снег не знаю что будет завтра погода конечно вообще улет вот в общем пошла я дальше дела делать еще увидимся вот друзья печка пикнула сейчас вам покажу как там обстоят дела видите какая запеклась красота пока вытаскивать не буду оставлю там потому что жарко в печке и пусть они там доходят на печку не смотрите что она как после ядерного взрыва она у нас старая уже повидавшие виды вот и так мельком кухню мою фокус алё вот у нас видите ремонт в процессе сейчас дом доделали сейчас будем кухней заниматься потому что мы начали ее да вот обои обдирать начали и как бы на этом все встало потому что надо было дом делать там вон свиньи сидят потом вы тоже просите потом вас познакомлю и хотела показать тут я поставила варить извиняюсь за освещение нет у нас дополнительное освещение алё фокус фокус-покус короче вон эти куриные сердечки что хотел сказать куриные сердечки к слову о том это хорошая альтернатива если надоело курица да а вы допустим на диете на правильном питании хорошая альтернатива курица в целом я вообще люблю всякие вот эти вот как называется внутренности куриные то есть печенка сердечки желудочки прям ням 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 вот и на вот на желудочках я варю бульон на сердечках получается как бы сказать низкокалорийный до нежирный и очень вкусно и при этом как замена мяса да который уже тоже надоедает вот эта грудка одно и тоже вот так что вот так вот увидимся завтра наверное а может быть и все а может быть сегодня еще увидимся не знаю посмотрим а вот и снова я хотел еще сказать появляют ну подписываются новые люди да появляются на канале новые люди новые подписчики новые друзья и если у вас есть какие-то вопросы задавайте их в комментариях если вдруг что-то интересное если еще не все знаете обо мне все но что-то какие-то вопросы рождаются не стесняйтесь спрашивайте совершенно любые вопросы под любыми видео вот и я буду только рада я люблю вопросы так что вот так вот так что на сегодня все увидимся в следующих видео в следующих влогах в следующих включениях подписывайтесь ставьте пальчик вверх нажимайте на колокольчик и жду ваши комментарии пока потому что и Продолжение следует...